Каспичанин Тамерлан Хизриев уже около года занимается театральным искусством и за это время достиг немало хороших результатов. В начале текущего года он стал обладателем второго места во всероссийском конкурсе «Пробуждая сердца» имени народного артиста СССР, героя труда Российской Федерации Василия Ланового. По словам юноши, участие в данном конкурсе было для него спонтанным решением и поэтому победа стала приятной неожиданностью. Подготовка была отличной. В начале, когда меня пригласили туда, с мамой были чуть-чуть шокированы, потому что мы победили и заняли в Москве второе место. Это было для нас очень неожиданно и радостно, для меня в том числе. Стоит подчеркнуть, что всего в конкурсе приняло участие около 12 тысяч талантов со всей России и 15 стран мира. Но, как отмечают мать Хизриева, пригласили их на церемонию награждения, не сказав о результатах конкурса. Там были члены жюри, у них это бессмертный полк, организатор, у них члены жюри, мы отправляли туда видеоролики и уже сами члены жюри распределяли места. Мы о местах не знали, когда нам позвонили, они не сказали, какие места, сказали, что на церемонии награждения мы только узнаем. Церемония награждения проходила в парке Победы, музей Победы там есть, и вон там мы только узнали уже, что у нас второе место. Талант Тамерлана, по словам матери, идет из детства. Он всегда был любознательным и творческим ребенком. Одним из главных факторов его успеха не только талант и упорный труд, но и уверенность в себе. Вообще не было никто, просто никого не было. Просто наоборот была радость, нам говорили, вы из Дагестана? Да, мы ходили к вам в Дагестан, вы там на каньоне у вас были. Одна была радость. Кроме того, Тамерлан занимается и другими видами творчества. В прошлом году он принял участие в конкурсе «Науки юноши питают», в котором презентовал свой проект робототехника «Профессия будущего». Он собирает всякие макеты, и на одном из занятий он собрал, показал, мама, вот такой вот у меня получился конструкция. Я немножко помогла. Я, Наталья Владимировна, наша заместитель директора по начальной школе, она помогла нам. Совместно мы написали проект, Наталья Владимировна откорректировала, и в итоге он выступил с этим проектом, которым он занял второе место. После данного конкурса Тамерлан был приглашен за круглый стол на факультет начальной школы в педагогический университет города Махачкалы, где также презентовал свое открытие. Ветровая электростанция, вот сейчас вот у нас в Дагестане дуют частые ветра, из-за этого эти ветра приводят к проблеме в Дагестане с электроснабжением. И я подумала, может быть я построю ветровую станцию, покажу свой проект, то что она может решить и энергетическую проблему, и экологическую. Развить талант в Тамерлане помог руководитель драм-кружка Квинн Валерий Капранов и непосредственно преподаватель Республиканского центра образования Каспийска, в котором большое внимание уделяется выявлению и развитию творческого потенциала у воспитанников школы. У нас очень развито дополнительное образование. Дети после уроков во второй половине дня посещают кружки. На данный момент у нас действует более 28 кружков. Это и спортивные направления, художественные направления, творческое направление, робототехника. Вот сейчас у нас на базе нашего центра открылся технопарк, где дети занимаются робототехникой, графикой. У нас много есть конкурсов проводится на базе нашего центра образования, где дети могут проявить свои способности и возможности. У Тамерлана плотный и загруженный график. После учебы его ждут репетиции и кружок робототехники. По словам руководителя драм-кружка Валерия Капранова, работать с Кизриевым одно удовольствие, благодаря его стремлению к покорению новых творческих вершин. И у меня нету мерок, что ты взрослый, а ты маленький, я с тобой буду... Я с ними не щучуку. Не щучуку я с тобой? Нет. Вот так. Равно. Что народные артисты, что вот этот мальчик. Одинаково разговариваю, объясняю. И они быстрее доходят, быстрее воспринимают. В чем отличие от детей между собой? Этот человечек маленький, он мне в душу лезет. Вот сюда, в грудную клетку, ко мне. Сегодня Тамерлан Хизриев активно готовится к новым проектам и выступлениям. Но его все еще беспокоит вопрос, с какой же профессией ему все-таки связать свою жизнь. Мне стать в будущем учителем по театральному мастерству, потому что я хорошо выступаю. Или же поработать технике, потому что у меня есть хорошие роботы, хорошие модели. И вот передо мной сейчас встал вопрос, какой же выбрать. Я думаю, что в будущем я легко выберу свою профессию, и это будет несложно.